Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня, как я и обещал, мы поговорим о растительных маслах, об их ценности, о том, какие растительные масла стоит употреблять в пищу, а какие стоит избегать. В одном из наших выпусков я упомянул о том, что для готовки пищи, в случае, если она не подвергается высоким температурам, то есть температуры до 100 градусов, а это происходит, например, при тушении, запекании в духовке, в рукаве и так далее, я использую исключительно рапсовое масло. И многие задавали мне вопрос, почему же я его использую? Почему, например, не подсолнечное, которое является более традиционным? Сегодня я отвечу на эти вопросы. Масла, жиры являются очень ценным компонентом нашей пищи. И те, кто отказывает себе в достаточном потреблении жиров, будь то животного происхождения или растительного, совершают очень большую ошибку. Несмотря на то, что жиры весьма калорийны, даже если вы хотите сбросить вес, отказываться от них ни в коем случае нельзя. Кроме, собственно, ценности самих жиров для организма, они в себе несут также целый ряд биологически активных веществ, в том числе витаминов. Поэтому, лишая себя жиров жирной пищи, вы лишаете себя целого комплекса очень полезных веществ. Если вы хотите сбросить вес, лучше откажитесь от сладкого. Это во всех смыслах хорошо. Что же касается жиров, то последние, наверное, лет 10-15, многие люди практически отказались от потребления животных жиров. Это было связано с мифом о том, что потребление животных жиров, сливочного масла, говяжьего жира, куриного жира, свиного жира, тех традиционных продуктов, которые мы потребляем, бараньего жира, особенно твердого такого, что потребление этих жиров сопряжено с повышением уровня холестерина. На сегодняшний день этот миф уже развенчан, нет четкой связи между потреблением животных жиров в нормальных количествах и образованием холестериновых бляшек и атеросклерозом. При этом многие люди перешли исключительно на потребление растительных жиров. В свое время в Соединенных Штатах и других странах, особенно в Северной Америке, люди практически полностью отказались от животных жиров. Это произошло где-то в 70-е годы. В это время стало популярным потреблять вот такой продукт, как маргарин. К сожалению, теперь, по прошествии многого времени, ученые получили возможность оценить, можно сказать, этот эксперимент, который был поставлен на людях, лобби, которое лоббировало производство растительных масел в ущерб потреблению животных жиров. Теперь мы можем точно говорить о том, к чему это привело. И на самом деле, ни к чему хорошему это не привело. Потому что растительные масла тоже надо потреблять с умом. Широкомасштабные исследования выявили, что несмотря на то, что растительные масла содержат непредельные полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень важны для нашего организма. Ведь наш организм также содержит структуры, содержащие липиды, жиры в большом количестве. В частности, нервные волокна их содержат. Оболочка мембрана каждой клетки, внутри клеточная структура обязательно содержит жиры. Жиры являются предшественниками многих гормонов. Тот же холестерин является предшественником множества половых гормонов. И так далее. Поэтому неоценимый вклад в диету этих масел. Однако оказалось, что есть три основных группы полиненасыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Это, вы наверняка все об этом слышали, омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот. Как оказалось, избыток омега-6 жирных кислот может у человека вызывать воспаление. Кроме того, что оно может вызывать воспаление, это может приводить к повышению риска возникновения онкологических заболеваний. Это хорошо установленный факт. При этом, в диете многих людей количество омега-6 жирных кислот в 25 раз может превышать содержание омега-3 жирных кислот в диете. При том, что соотношение омега-6 к омега-3 жирным кислотам должно быть примерно 7 к 1. А у большинства людей, к сожалению, 25 к 1. Конечно, это повышает риски формирования всевозможных заболеваний, в том числе заболеваний, связанных и с атеросклерозом. Потому что именно в том месте сосуда, где обнаруживается воспаление, а это воспаление может возникнуть как из-за избытка омега-6 жирных кислот, так и из-за избытка сладкого, как раз там происходит накопление холестерина, холестерин как бы закупоривает это место воспаления, формируется холестериновая бляшка, и от этого пошел миф, что холестерин вреден для здоровья. Оказывается, вовсе и не холестерин. Давайте же разбираться, какие масла лучше всего употреблять в пищу. Вот здесь я разделил масла, наиболее широко распространенные в питании людей, на три части. Вот эти, вот это масло, ну и вот эти. Ну, льняное масло поставлю особнячком. Давайте сперва разберемся вот с этой группой масел. Основу этой группы масел составляет подсолнечное масло. Пожалуй, это наиболее распространенное масло на территории бывшего Советского Союза. В Советском Союзе, во времена Советского Союза, мы потребляли не так много этого масла. Рафинированного масла практически не было. Оно было нерафинированное, оно было с запахом, при жарке оно пенилось, и хозяйки предпочитали не использовать это масло, а жарили преимущественно на свиную жиру, которую покупали или в пачках в магазине, или просто брали кусочек сала, который вытапливали, либо смазывали сковородку, когда жарили блины, мясо, ну что-то еще, что угодно. Также родственное по жирно-кислотному составу масло, это кукурузное масло. Ну, и такое вот довольно экзотическое масло, которое можно все еще встретить у нас в магазинах, ну, не все еще, а вообще все больше и больше, это рисовое масло. По жирно-кислотному составу они примерно одинаковые. Так вот, в этой группе масел, кукурузное, подсолнечное и рисовое, примерно 70% приходится на долю линолевой кислоты, на долю омега-6 кислоты. Линолевая кислота является незаменимой жирной кислотой. Она не может самостоятельно синтезироваться в организме человека. Она является очень ценной жирной кислотой. Но, как я уже сказал, ее избыток может приводить к воспалению. Примерно 40-40% в этих маслах может содержаться алиновой кислоты. Алиновая кислота относится к группе омега-9 жирных кислот, и она не является незаменимой. Алиновая кислота довольно быстро замерзает при низких температурах. Поэтому я вот тут масла эти заморозил, и вот, например, рисовое масло, оно там куском таким болтается внутри этой бутылки. Здесь тоже вот оно такое в гель превратилось. И внутри кукурузного масла также вы можете видеть такой сгусток. Ну, немножко на столе пока постояло, оно уже подтаяло. К сожалению, в этой группе масел содержание омега-3 жирных кислот очень маленькое, до 1%. Таким образом, соотношение жирных кислот в подсолнечном масле и в родственном ему маслах составляет примерно 1 к 60-70%. То есть 60-70% омега-6 кислот и только 1% омега-3 кислот. Это очень много. Это в 10 раз хуже, чем то, что мы должны употреблять в пищу. Поэтому, если вы систематически используете вот такое подсолнечное масло, а это вообще обычная практика у нас, конечно, вы не умрете. Но если вы регулярно используете эти типы масел, у вас существенно повышаются риски различных воспалительных заболеваний и всего того плохого, о чем я уже сказал. Какой здесь может быть выход? Выход здесь только один. Необходимо в пищу использовать различные масла. Давайте поговорим о том масле, которое является, пожалуй, наиболее популярным у маркетологов и позиционируется как очень полезное масло. Это оливковое масло. Вот у меня здесь Extra Virgin, такое первого холодного отжима, диетическое, то, которое продается в магазинах. Вот некоторое время, наверное, минут 20, вот это масло у меня постояло на столе и оно уже вот так вот стало жидким и немножечко даже болтается. Хотя некий салистый осадок здесь еще остался. Вот оливковое масло превратилось в твердый-твердый жир, как сало белое, и оно разморозится очень нескоро. Это связано с тем, что до 80% в оливковом масле содержится олеиновая кислота, омега-9 жирная кислота, которая вообще представляет минимальную такую ценность для нашего организма. Хоть она является непредельной жирной кислотой, но она абсолютно заменима, она не является незаменимой жирной кислотой. Наш организм без нее вполне может обойтись. Омега-6 линоленовой жирной кислоты в ней содержится до 20%, а, к сожалению, линолевой омега-3 жирной кислоты в ней не содержится практически совсем. С этой точки зрения оливковое масло является чрезвычайно малополезным. Его диетическая ценность очень и очень низкая. Поэтому вся шумиха вокруг оливкового масла раздута исключительно маркетологами, которые каким-то образом создают моду на это масло и стараются как-то поднять его рейтинг. При всем том, вот такое высокое содержание, вот такой тугоплавкой жирной кислоты делает оливковое масло прекрасным маслом для жарки. Чем тверже масло, тем меньше там непредельных жирных кислот, тем лучше на нем жарить. Потому что, к сожалению, чем более полезно масло с точки зрения диеты в сыром виде, тем менее оно пригодно для жарки. Потому что в процессе жарки происходит образование свободных радикалов и канцерогенов. Но вот такое экстра-вирджин масло на нем нельзя жарить. Его можно потреблять только в сыром виде, потому что оно не рафинированное. Поэтому, если вам попадается гораздо более дешевое рафинированное оливковое масло второго отжима, покупайте его смело и используйте для жарки. Оно будет гораздо ценнее и полезнее, чем подсолнечное масло или кукурузное масло. И в связи с его жирно-кислотным составом, потому что омега-6 жирных кислот оно содержит гораздо меньше. И в связи с тем, что оно не так горит и не так образует канцерогены при жарке на нем. С точки зрения диетической полезности, самым полезным является льняное масло. Льняное масло содержит наибольшее количество полезной омега-3 жирной кислоты, а именно линоленовой. Вот этой жирной кислоты в льняном масле содержится до 80%. Остальное количество содержится омега-6 и омега-9 жирных кислот. Льняное масло может употребляться человеком в небольших количествах регулярно и ежедневно, для того, чтобы сбалансировать жирно-кислотный состав, который мы получаем вместе с пищей. То есть, одновременное потребление подсолнечного масла и льняного масла обеспечит нам нормальный баланс жирных кислот и существенно снизит риски и сердечных заболеваний, и онкологических заболеваний, и других заболеваний, связанных с воспалением. Ну, а если все эти хлопоты с потреблением сырого льняного масла покажутся вам сложными, ведь его надо открыть и в течение недели вот эту вот бутылочку использовать в пищу. Соответственно, это надо всей семьей обязательно там хотя бы по чайной ложке в день или пить его натощак, или вместе с пищей приправлять салаты, или я там хлебушком подсоленное маслом помакаю в середине дня, и довольно вкусная штука, и аппетит взбивает, и не так уж калорийно получается. То есть, достаточно полезно. Если все эти хлопоты вам кажутся слишком большими, то старайтесь употреблять рапсовое масло и для приготовления пищи, и для заправки салатов, приготовления домашних майонезов и так далее. Дело в том, что в рапсовом масле содержится до 60% омега-9 кислот. Это по вот этой алиновой кислоте примерно приравнивает его к оливковому маслу. При этом до 25% вот это рапсовое масло содержит омега-6 кислот. Гораздо меньше, чем содержится в подсолнечном масле. В подсолнечном масле это до 40%, то есть почти в два раза больше. И до 15% оно содержит линоленовой кислоты, той, которая содержится в льняном масле. Таким образом, соотношение жирно-кислотного состава в рапсовом масле является практически идеальным для нашего здоровья. В отношении рапсового масла существовало долгое время некоторое предубеждение, связанное с тем, что старые, старорежимные сорта рапса содержали эруковую кислоту и высокие дозы глюкозинолатов. Это тех веществ, которые придают остроту, горчице, ну и другим растениям семейства крестоцветных. В этой связи рапсовое масло проходило достаточно глубокую переработку и в основном использовалось на технические нужды. Современные же сорта рапса, которые возделываются повсеместно, уже не содержат эруковой кислоты в своем составе и являются высоко ценными и высоко диетическими. Поэтому, если вам только доступно вот это вот масло, рапсовое масло, обязательно покупайте его, используйте в пищу, в том числе при приготовлении еды для такой щадящей жарки и для тушения овощей, например, для предварительной обжарки овощей при невысокой температуре такое недлительное время. Если же вы хотите что-то пожарить по-настоящему, мясо, например, там, или какие-то овощи вам надо зажарить как следует, то в этом случае не используйте растительные масла вообще, ни для блинов, ни для оладий, ни для мяса, ни для жарки других продуктов, и картошки в том числе. Используйте только животные жиры, самым доступным из которых является свиной жир или свиное сало. Оно содержит массу полезных веществ, в том числе и жирных кислот, которые также необходимы для нашего организма. При этом практически не содержит ненасыщенных жирных кислот, в этой связи жарка при высоких температурах не принесет того вреда, которое приносит жарка при высоких температурах, например, на подсолнечном масле. Если вы вдруг будете сомневаться по поводу вот таких продуктов, как маргарин, то бегите от них как можно дальше. Никогда не используйте маргарин ни для выпечки, ни для бутербродов, ни для жарки, ни для каких-либо других целей. Вот это еще хуже, еще гораздо вреднее, чем систематическое потребление подсолнечного масла. Я желаю вам быть здоровыми, желаю, чтобы вы обращали внимание на такие важные вещи, чтобы вы не поддавались пустой рекламе. Если вас интересует жирно-кислотный состав и диетическая ценность каких-то более экзотических масел, арахисового, кунжутного, грецкого ореха, задавайте свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всего вам хорошего и будьте здоровы!